А мы продолжаем нашу утреннюю программу и действительно в редкий случай, когда мы связывались где только не были наши корреспонденты, наши гости, но на борту фрегата Паллада. Это, наверное, первый раз. Господи, Паллада, штандарт. Штандарт, ну. Что-то я заговариваюсь. Пока мы здесь сидим, мерзнем, наши гости, Динара Никифорова, дизайнер, фотограф, путешественница, рижанка, находятся в Греции, да, или уже ушли даже. Путешествуют, да, да, да. Вот помните, летом заходил в нашу гавань, заходили корабли, среди прочих фрегат «Штандарт» российский. Вот Динара взяла и на нем ушла с ней. То есть я понимаю, как этот морской волчонок в трюме спряталась и... Максимка еще, скажи. Ну, чтобы меня никто не нашел. А вот вы радиоболтком нашли. Каким образом вообще можно попасть на... Мы тоже хотим в Грецию. Любой желающий может попасть, потому что «Штандарт» — это учебное судно. У него есть расписание переходов, график, расписанный уже, по-моему, до конца весны 22-го года. И можно записаться на любой из этапов. Юнгой? И с ними. Ну, то есть юнгой или кем можно записаться? Да, юнгой, членом экипажа. Динара, рассказывайте, что вы делаете, что входит в ваши обязанности? Мы делаем все то же самое, что делает экипаж. Единственное, что поскольку новички, они многого не знают, опытные члены экипажа им показывают, что делать. Вообще всех, кто прибывает на судно, вписывается, распределяют на вахты. Вахты по 4 часа, получается 2 вахты. Одна ночью, ну или утром, одна днем. Так, слушайте, вы сматриваете айсберг, чтобы не врезаться? Или как, что делает вахтенный? Кто-то стоит у штурвала, кто-то занимается уборкой, кто-то готовит обед на камбузе. Работа на судне есть всегда, но где-то что-то там прибрать, починить. Вот это да. А что это стоит? Все цены на сайте есть. Штандарт.ру, там цены меняются. Примерно где-то, насколько я понимаю, примерно 100 евро в день. Но нужно учитывать, что в эти деньги включено все проживание, питание, четырехразовое. А, ну то есть это не просто так, а нужно еще заплатить, чтобы с ними выраздить моря, да? Да, если волонтер оказывается очень талантливым, заинтересованным и так далее, то его могут пригласить. Просто так принять. Ну, сам себе оплачиваешь билеты, едешь. А большой ли конкурс, легко ли было вписаться в эту команду? И вообще команда, она там русские ребята или интернациональная? Команда интернациональная, достаточно много русских ребят. Ну, поскольку корабль сам из Питера и головной офис у них в Питере, то достаточно много ребят из Питера, но и из остальных республик, скажем так, бывшего союза есть. Получается, что можно присоединиться на каком-то этапе, то есть не обязательно все плавание, если, скажем так... Нет, это выбираешь этап, который тебе больше нравится. Ну, например, я люблю Италию, весной будет этап из Неаполя в Гену. Я покупаю билет в Неаполь, прилетаю, вписываюсь на корабль и неделю мы идем в Гену. — Неделю? Так долго? Я думал, переход там дня два. — Ну, 3-4 дня реально идти потом. — Но он только на парусах идет, да? Там никакого современного оборудования. — Вот галеру? — Нет, они не нужны, конечно. Ну, во-первых, кораблям без современного оборудования никто в море их не выпустит. Это положено по закону. А во-вторых, а если ветер не туда дует, что же делать? — Ну, как 200 лет назад. Стоять, ждать попутного. — За весла. — Тогда не будет расписания, тогда невозможно гарантировать определенную длину этапа. — Справедливое замечание, действительно. — Слушайте, а каким образом происходит принятие в команду? Или вы не считаетесь членами команды, считаетесь пассажирами? Ну, вот в какое отношение? — Нет, здесь нет пассажир, здесь все члены. — Вот как происходит знакомство с новичками, каким образом притираются друг к другу люди, поскольку ведь у каждого свой характер, свои какие-то запросы? — Ну, в тот момент, когда все собираются на верхней палубе и делятся на три вахты. Например, когда я первый раз попала на штандарт, нам всем выдали наклеечки с именами, и чтобы запомнить имена, еще играли в такую детскую игру. Когда первый называет свое имя, а второй называет имя первого следующего, ну и так далее. Постепенно имена запоминаются, плюс очень сближает командная работа, потому что очень многие вещи делаются вместе. На таком огромном корабле даже парус поставить в одиночку практически невозможно, поэтому это делает слаженная команда из нескольких человек. — А сколько вообще человек на корабле? — Сейчас около 30 человек, 32-33. — Кто командует, так сказать, штандартенфюрер, если можно так выразиться? Кто капитан? — Штандартенфюрер — это бессменный капитан штандарта Владимир Мартусь, который сам его построил когда-то, больше 20 лет назад. — А 30 человек — это максимально? То есть заполняемость может быть больше, может быть меньше, как обычно? — На историческом штандарте, говорят, выходило по 150 человек. Корабль был военный, нужны были люди на пушках, у каждой пушки по 3 или 4 человека и так далее. Но сейчас, конечно, столько никто не будет впихивать это так. Тогда штабелями надо по палубе раскладывать. — А, Дина, в чём, в принципе, смысл вот этого нахождения на борту? Это такое большое развлечение, for fun, что называется, просто проявить себя в чём-то, там какой-то элемент эскапизма? Или научная работа, исследовательская, просветительская происходит параллельно вашему движению? — Ну, во-первых, для каждого, у каждого свои цели, например. Для меня это полная перезагрузка и отдых такой, что я вообще не помню, какой день недели и что происходит. Плюс мне нравятся паруса, нравится парусный спорт, и для меня интересно получить опыт какой-то на историческом паруснике. Потому что тут, например, работа с парусами очень отличается, например, от работы с парусами на яхте. — Я так понимаю, вы недавно получили как раз, ну, как это правильно называется, корочку права на управление судном? — Не-не-не, корочку я ещё не получила, но практику я уже сдала, практическую часть. Так что, да, управлять у меня. — А трудно ли было, ну, вообще, существует ли какой-то отбор, какой-то конкурс, или заплатил денег и добро пожаловать на борт? — Нет никакого конкурса. Говорят, что за всю историю штандарта, наверное, был один или два человека, которых попросили, потому что они себя вели неадекватно. — А, попросили удалиться, да? А, в принципе, а текучка? Ну, мало ли, кто-то там не справляется и паруса ставить, и картошку резать, и всё это? — Такого не бывает. Я не слышала и не видела. — Ну, то есть, хочешь – научим, не хочешь – заставим, да? — Никого не заставляют. Как-то тут получается всё очень органично. Люди очень органично вливаются, у всех всё получается. Очень редко бывают такие, кому-то по десять раз объяснять надо. И тем более не дают каких-то невыполнимых сложных задач. — Хорошо. Рассказывайте, где вы сейчас находитесь. Ну, вчера по Фейсбуку я видел, вы были на одном из греческих островов. Откуда пришли, куда идёте? — Да, мы здесь стоим. Это остров Парос. Мы пришли из Афин. Сейчас на корабле проходит молодёжный проект. Исторический, географический. И сюда приехали молодые ребята, студенты, старшие школьники и студенты, которые выиграли какой-то конкурс и получили возможность попутешествовать на корабле. С ними кураторы, с ними съёмочная группа. Тут про них снимают какой-то документальный фильм. В общем, движуха-движуха. — А какой всё-таки процент постоянных, ну, профессиональных моряков? Ведь должен же быть какой-то, ну, кроме капитана. — Здесь есть основной экипаж, есть механики, есть вахтерные офицеры, есть помощники капитана, люди, которые здесь работают. И есть, ну, они сменяются, там, допустим, три месяца через три, ну, какие-то, в каком-то периоде. Работают за зарплату, как на работе. — Это как, ну, примерно 50-50, то есть где-то вот половина тех, кто приходит или... — Да, основной экипаж, я не знаю, человек 10, может быть. — Ну, то есть треть, получается. — Треть, да. — Невозможно не задать вопрос насчёт гендерного соотношения на борту. Мальчики-девочки. — Ну, и мальчики есть, и девочки есть. — Ну, это понятно. Ну, примерно пополам или традиционно мужчин больше? — Пополам. — Пополам. — Ох, какие активные девчонки. — Да. — Впечатляет. И прямо вот и пареем, и паруса ставят на маникюр, не обращая внимания. — Да, только что эти молодые ребята поднимались, нужно было закатать парус, чтобы он на ветру не болтался. — А наверху бочка есть, где сидит кто-то? — Ребята, вижу землю! — Есть марсельные площадки, можно там постоять. Вот сейчас там стоят как раз ребята, и что-то, наверное, пытаются, собираются подняться ещё выше. — Не было ли морской болезни? Вот как справляетесь с этим? Не все же переносят качку в море? — Тут рассказывают о том, что морская болезнь – это действительно болезнь, с которой справиться нельзя, если она у кого-то есть, то это очень грустно. А всё остальное – это укачивание. С ним просто справиться, у меня сейчас батарейка сдохнет. Я извиняюсь. Можем как-то через телефон переподключиться? — Да, конечно, можем. — Можем, по большому счёту, у нас и время-то выходит. Я не могу, Динара, не могу не задать личный вопрос. Я тоже почти уже загорелся, но я очкарик. Как ты там с очками на борту? Я смогу справиться или я их потеряю при первом дуновении ветра и всё? — Ты можешь поехать в Декатлон и купить себе специальные ремешки для очков, тогда никуда они не денутся. — А, ну то есть очкариков на борт берут? — Конечно. — Это успокаивает. Спасибо. — Когда закончится вот ваше путешествие? То есть в какой момент? — Ну, пока я планирую ещё полторы недели здесь. У меня нет обратного билета. — А, то есть это вот путешествие такое вот, сколько понравится. — С билетом в один конец на борту реплики исторического судна, ставить паруса, где-то там мотаться между греческими островами. Здесь октябрь, всё уже опало, а у тебя там так прелестно. Здорово. Огромное спасибо. — У меня плюс 23. — Ай, ну тебе. Всё, хватит. У тебя батарейка сдыхает, а у нас терпение истекает. Динара, огромное спасибо, что вышла на связь. Удачи, успеха, приятного путешествия. Возвращайся, расскажешь. — Всего доброго. — Пока. А с нами на связи была путешественница, сейчас это надо ставить уже на первое место, фотограф и дизайнер Динара Никифорова на борту фрегата «Штандарт». Действительно, такой питерский фрегат, копия построенного, историческое судно петровских времён. Летом он заходил к нам на Андресале, стоял, по-моему, пару недель, тоже можно было прокатиться до залива и обратно, а Динара вот решила вдолгу с ними пойти в путешествие. — И, кстати, оказывается, что каждый буквально из нас может повторить то же самое, собственно, ну, 100 евро в день стоит вот это путешествие. — Ну да, по словам Динары, надо справиться с ценами на сайте, а, в общем-то, есть аккаунт на Фейсбуке, кому интересно, да, можно погуглить, это несложно. На сайте весь ценник выложен. Ну, это же не главное, сколько это стоит, а главное, что человек действительно так здорово. — Нет, ну, значит, кончились деньги, высадили тебя на необитаемом острове там с мешком сухарей, и всё, и поплыл парусник дальше. — Тоже приключения. — Скоро, совсем вот буквально после 10-часовых новостей, у нас программа «Академия здоровья», затем поговорим об искусстве, о выставке Рига «Артфейр», которая сейчас проходит в «Вернисаже». «Зелёная лампа», журналист, преподаватель, педагог и философ Гузель Иванова будет героем этой программы. И встретились, поговорили Лариса Сумбаева, режиссёр, продюсер, расскажет о фестивале студенческих фильмов, который она сама и провела. Вот такие ближайшие планы на несколько часов. Слушать, не переслушать, не переключайтесь и продолжайте читать портал Микс Ньюс, тоже мы работаем для вас. Радио Болтком